В эфире Лицкого телевидения информационная программа «События». В студии сегодня работает Виктор Торчинский. Здравствуйте! Начинаем с анонса основных тем материалов моих коллег. Обсудили важное. Председатель обл. исполкома Владимир Кравцов провел пресс-конференцию в районе. Семья «Кристалл общества». В Лицкой гвардейской штурмовой авиабазе проведен смотр-конкурс на лучшую молодую семью. Предметы гардероба, свежие продукты, редкие деликатесы и украшения. Влидя на площадке у торгового центра «Торунь», шатры раскинула выставка-ярмарка «Модный базар». Журналисты региональных и республиканских СМИ посетили усадьбу Агинского в Залесье. Усадьба известного композитора стала конечной точкой пресс-тура по Сморгонскому району. Здесь для журналистов провели театрализованную экскурсию и концерт классической музыки. В театрально-музыкальном зале прошла пресс-конференция главы Гродненской области Владимира Кравцова. Владимир Васильевич рассказал о Сморгонщине, о предстоящем третьем форуме Беларуси и Украины, проведение которого планируется в Гродно на сентябрь-октябрь. Акцентировал глава области внимание и на грандиозном мероприятии – фестивале национальных культур, который пройдет в Гродно в 13-й раз. Наряду с другими вопросами особое место заняла тема ускоренного развития Литского района. Литский район попал в перечень территорий городов, территорий ускоренного развития. Есть такая программа у нас в стране, принята правительством. Это было поручение президента, главы государства. По опыту Орши и Оршанского района мы такую программу сделали, но она пока двухлетняя, пока. Конечно, мы двумя годами не обойдемся. Я думаю, что вот к концу этого года будут приняты дальнейшие решения по этому пути. Составили мы такую программу. Год мы отработали. Да, какие-то есть сдвиги, но не все. Получилось то, что хотели. Поэтому вот мы сейчас итоги подводим, корректируем там наши действия. Лида производит 11% всей промышленной продукции Гродненской области. Это достаточно много. 15% экспорта. Ну и вклад в другие сектора экономики у Лиды тоже значительный. Но потенциал и еще больше. Поэтому готовится еще отдельная законодательная база по особым условиям развития этого региона. Ну и не только этого, а вот этих всех, которые попали в программу. В том числе и Лиды, конечно. Где прорабатываются такие серьезные преференции для инвесторов, для бизнеса. Именно там мы видим точки роста. Я говорю пока по экономической составляющей развития. Но развитие это не только экономическая составляющая. Параллельно социальная сфера должна развиваться. И все остальное. Здесь тоже намечены планы определенные. Я вот тут по медицине вам уже говорил. И в Лиде мы наконец-то обратили внимание на здравоохранение. Мы сегодня разработали и уже начали серьезную программу модернизации Лидской центральной районной больницы как центра межрегионального, где будет оказываться высокотехнологическая медицинская помощь. И естественно, за технологией проводят оборудование. С медздравом мы определили, какое будет. Значит, кроме медицины, образование. Надо открыть филиал университета Янки Купа. Понимаете, без кадров мы ничего не сделаем. Лозунгами ничего не сработает. Кадры нужны. Молодежь нужна. Вот будет факультет, уже будут молодые люди. Уже не будут в Минск в Гродно уезжать. Они же не все назад потом возвращаются. Будут оставаться в Лиде. Можно с этого начать. Я обозначил, я готов помогать и финансов, в том числе, не только морально. Создание технологического парка. Это тоже интересное такое мероприятие. В Гродно мы его развиваем. Ну, причем в Лиде. Большой центр. Есть на кого там опереться. Тоже вот сейчас нарабатывается. Я думаю, в этом году мы там первые шаги в этом плане сделаем. Вот. Есть много других, значит, задумок по Лиде, которые, я думаю, нам поможут в нашем движении. Ну, и, конечно, и строительство жилья. Естественно, кадры надо закреплять путем предоставления жилья. И многоэтажного, и индивидуального. Поэтому вот тут, как бы сложно не было, но согласовываем там целые земельные участки в Лиде. И под индивидуалку, и под многоэтажное строительство. И большие планы у нас там поэтому. Ну, и социальная сфера, и дошкольные учреждения. Мы, кстати, прекрасно детский сад открыли в прошлом году в Лиде. Очень красиво, достойно. И надо двигаться дальше. И с этими вот организациями. Ну, и культура. В Лиде тоже есть чего посмотреть, чему удивиться в Лиде в Лидском районе. В этом году, напомню вам всем, Лида в нашей стране объявлена культурной столицей. Республики Беларусь. Это не просто так, ну, почетное какое-то звание. Нет. Это, в общем-то, хороший стимул о себе заявить и что-то сделать. Как тот фестиваль национальных культур. Целый год расписан культурными мероприятиями различного характера в Лиде и в Лидском районе. И много будет участвовать не только литчан или гродниц, которые приедут со всех уголков, но и со всей страны. И иностранцев. Лида попала в безвизовую зону. Вот путь этот с Прибалтики, Беникони, Лида, Новогрудок, Мир и, может, даже в Несвеж. Туда уже безвизно распространяется. Вот хороший шанс тоже. Много иностранцев. А туризм это сегодня сектор такой быстрорастущий. Даже этот коронавирус не всех пугает. Но это дело проходящее, поэтому все равно этим надо туризмом заниматься. Хороший сектор экономики. И рабочие места, и доходы. И в том числе для бюджета. Чтобы развивать социальную сферу и другие направления. Поэтому вот такие шансы есть у Лид и у Лидского района. Этим надо пользоваться. А спрос будет большой. И со стороны губернатора, и со стороны премьер-министра, и, главное, со стороны президента. Вот анонсировано совещание у главы государства. Он хочет послушать, как в стране реализуется его поручение. Вот об ускоренном социально-экономическом развитии вот этой группы городов и территорий. Поэтому это под особым контролем. И я думаю, что достаточно будет мер, чтобы действительно мы получили результат. Хороший результат. Прекрасный подарок в женский день. Концертно-поздравительная программа «Букет из самых нежных чувств», посвященная 8 марта, прошла во Дворце культуры города Лиды. Представители Лидского райисполкома и Лидской районной организации «Белорусский союз женщин» в этот день вручили памятные подарки и цветы многодетным матерям, членам первичных организаций Белорусского союза женщин, а также для прекрасной половины нашего района с музыкальными номерами выступили коллективы Дворца культуры города Лиды и Лидской детской школы искусств. Дорогие, милые, нежные и добрые, с праздником вас! Пусть эта весна принесет в вашу жизнь легкость, радость и любовь. Будьте счастливы, любите и будьте любимыми! Владимир и Наталья Демидик победили в смотре конкурсе «Семья Кристалл общества», который ежегодно проводится 116-й гвардейской штурмовой авиабазой. В этом году участие в нем приняли 4 семейные пары, которые соревновались в пяти конкурсах. Чем удивляли конкурсанты, знает Ольга Главницкая. «Семья – это кристалл общества» – слова знаменитого Виктора Гюго. Под таким красивым названием каждый год 116-й гвардейской штурмовой авиабазой проводится смотр-конкурс на лучшую молодую семью. И это уже стало доброй традицией для военных летчиков. Подобный конкурс является совместным проектом Министерства обороны и Белорусского республиканского союза молодежи. Существует этот проект с 2008 года, начал развиваться в вооруженных силах. И первый конкурс в нашей авиационной базе проводился в 2009 году, примерно в это же самое время, в такие же теплые весенние дни. И вот на протяжении уже практически 11 лет, это уже стало традицией, доброй традицией, Этот конкурс постоянно приурочен к празднованию Дня Женщин. Он подразумевает под собой формат такой семейный. И наша цель – это показать военнослужащим семейные ценности, приоритет духовных ценностей и ценностей семьи, приоритет всего того, ради чего, собственно говоря, существует профессия «Родину защищать». Четыре семейных пары 116-й гвардейской штурмовой авиабазы – Владимир и Наталья Демидик, Сергей и Полина Денисовы, Сергей и Юлия Башко, Александр и Ирина Василевич – вышли на сцену клуба воинской части «19764», чтобы показать во всей красе свои дружные семьи. Сильнейшую пару выбирали по ряду испытаний. В этом году это «Визитная карточка семьи», литературно-творческий конкурс «Мой родный куд, як ты мне милый», художественный конкурс «Сам себе ван Гог», инженерно-конструкторский конкурс «Хочу, как у Калашникова» и «Танцевальный». Всем парам удивить судей и зрителей получилось. Определить самую активную, сплоченную и творческую семью, по мнению жюри, было очень сложно, но выбирать все-таки пришлось. Все пары были очень достойны. Но то, что я хотел отметить и сказал всем во время подведения итогов, это то, что каждая из них смогла держать в волнении публику. Они умеют хорошо обрабатывать видео, они знают свою родину и патриотически они рассказывают. Умеют танцевать и в танце выразить и патриотизм, и умение, и профессионализм. Поэтому эти навыки легли в основу, конечно, оценки той пары, которая стала победителем, лидером, потому что ей дальше нужно представлять свою воинскую часть в республике на самом высоком уровне. А, конечно же, от себя я бы хотел отметить, что руководству штурмовой бригады просто повезло с такими офицерами и их женами, что они могут работать, выполнять свой военный и гражданский долг и, конечно же, сохранять такие семейные и дружеские отношения и быть настоящей человеком общества, которое может красиво показать свою жизнь, красиво рассказать о своей родине и с любовью представить свою семью. Это очень, конечно, породительно, приятно и хорошо. Победителем смотра конкурса «Семья Кристалл общества» стала семья Демидик – Владимир и Наталья. Мужем и женой они стали всего лишь шесть месяцев назад, однако вместе уже почти шесть лет. Они – коренные литчане. Владимир служит в 116-й гвардейской штурмовой авиабазе, водителем-механиком батальона аэродромного и материального обеспечения. Его жена – инженер-конструктор предприятия «Лида Агропроммаш». Очаровательная пара признается, что очень любит рыбалку, и на этот раз словить им получилось еще и удачу. Все было великолепно, супер, много-много было волнения, готовились вечерами, каждый день готовились, и вот к этому вот мы пришли, что мы заняли первое место, потому что мы любим друг друга, уважаем, ценим, и я думаю, что такой вот конкурс – это сближение, сплочение семьи, от которого просто хочется больше улыбаться, радоваться, что есть такие конкурсы, и что вот просто все хорошо. Конечно, впечатление куча, море. Мы, конечно, надеялись на первое место, но не думали, что прям так все получится. Да, подготовка, конечно, шла полным ходом, и волнение было, и все было, но мы очень рады этому, что мы заняли первое место. Теперь семья Демидик, как победитель конкурса молодых семей военнослужащих 116-й штурмовой авиабазы, готовится переставить свою часть в следующем этапе – в республиканском смотре-конкурсе молодых семей воинских частей военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, который пройдет в апреле. Освежить гардероб, присмотреть подарки и полакомиться редкими деликатесами приглашает «Модный базар». Свои шатры в Лиде выставка-ярмарка раскинула на площадке у торгового центра «Торунь» по адресу улицы Машерова, 12, и ожидать своих гостей за покупками будет еще до 15 марта. Не откладывая на потом, «Модный базар» посетила Оксана Банцевич. Спланировать шопинг – дело непростое, особенно когда в списке необходимых покупок разноименная продукция. Например, на карандаше предметы гардероба, свежие продукты, редкие деликатесы и украшения. С подобной задачей поможет справиться выставка-ярмарка «Модный базар». Наверняка на «Модном базаре» задержитесь на некоторое время, ведь его широкий ассортимент промышленных и продуктовых товаров не только привлечет ваше внимание, но и подтолкнет к приятным покупкам. Тем более, что цены здесь вас порадуют. Мясная и молочная продукция, кондитерские изделия, сладости, орехи, сухофрукты, чаи, а также большой выбор меда – от народных до элитных сортов из разных регионов Белоруссии и России. Любители оценят и качество, и цену продукта. Мне понравился очень лесной медик, липовый, сладкий. Здесь же и большой ассортимент предметов для интерьера – сувениров, изделий из кожи, украшения из натуральных камней, модной бижутерии, косметических средств для ухода за телом и волосами, в том числе и из Индии. Порадует и разнообразие мужских и женских предметов гардероба – платья, кардиганы, белье нижнее, перчатки, шарфы, шапки, сезонные куртки, пальто, плащи и, конечно же, шубы из натурального меха. У нас предоставлены размеры от 38 до 64. Большинство изделий сезона 2020 года, сшитых поликалом итальянских модельеров, изготовленных на фабриках, согласно ГОСТов, из качественного мехового сырья, закупаемого на меховых аукционах. Цветовая же гамма, фасоны и варианты меха оставляют для модниц право покапризничать. Остановить свой выбор на изделиях из овчины с различной выделкой, либо же выбрать комбинированную модель. А чтобы не сомневаться в качестве изделия, достаточно проверить его паспорт, который, кстати, работает как гарантийный документ. На телефоне должен быть скачан сканер. Здесь есть QR-код. Мы сканером подводим к QR-коду, потом читаем. Здесь написано все, что касается изделия. Откуда оно привезено, когда и кто производитель. Приятно порадует и условия продажи. Всем покупателям предоставляется возможность приобрести шубу в рассрочку или в кредит. При этом скидка сохраняется в полном объеме. А приобретенный товар гарантия – один год. Модный базар будет работать до 15 марта с 10 до 19 часов. Март просто посвящен любви. И праздник женщин, и пробуждение природы. Первые подснежники и песни птиц в парках. И солнце, с каждым днем набирающее силу. Март окрыляет. И зовет сделать больше и лучше во имя любви. Решиться на поступки, которые оказались несбыточными. Воплотить мечты, которые считались несуществимыми. Для многих из нас такой мечтой является собственная квартира в Минске. Уникальная для белорусского рынка недвижимости беспроцентная рассрочка на 10 лет и выгодные кредиты. Своё жильё стало реальностью для большинства семей со стабильным доходом. В домах Пекина и Сидней Люкс – квартала чемпионов. Нью-Йорк и Сан-Франциско в квартале Северная Америка. Гонконг и Токио в квартале Азия. И Александрия в квартале Африка. Комплекса Минск-Мир установлены приятные скидки от цены продажи квадратного метра в рассрочку. Кроме того, на время акции на квартиры установлен первоначальный взнос по рассрочке в размере всего 20%. И рассрочка, и кредиты под выгодные проценты. Это приемлемые для многих условия по первому взносу и вполне доступные ежемесячные выплаты, которые зачастую сравнимы со стоимостью аренды жилья в столице. При этом цены на готовые дома растут. Так в комплексе «Маяк Минска» от начала его введения цены выросли вдвое. Наполовину дороже стали и квартиры в первых секциях дома «Эмиратс Волна» комплекса «Минск-Мир». «Минск-Мир» называют городом в городе. Транспортная доступность. Здесь заканчивают строительство станций новой линии метро. А на автомобиле до площади независимости 5 минут. В каждом квартале школа или детский сад. Возведут поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны. В комплексе также будет разбит современный красивый парк. Местом покупок станет крупный торговый центр «Мара Молл», а международный финансовый центр «Минск-Ворлд» поспособствует созданию нескольких тысяч рабочих мест. Специалисты рынка недвижимости считают, что в престижных столичных комплексах цена метро жилой недвижимости значительно вырастет после окончания строительства метро и торгового центра и произойдет это до конца следующего года. В продажу поступили квартиры в седьмой и восьмой секциях дома «Эмиратс Волна». В первых шести секциях все квартиры уже проданы. В седьмой секции 18 этажей и 126 квартир. Восьмой – 21 этаж и 154 квартиры. Квартиры студии, так называемые «Евродвушки» и «Евротрешки» имеют площадь от 42 до 89 квадратных метров. Квартиры с террасами на верхних этажах от 51 до 113 квадратов. Стартовали продажи квартиры в домик «Вебек» в квартале «Северная Америка», а квартал хорошо просматривается с улицы Кижеватого. Все квартиры в домах свободной планировки. Во всех квартирах остекленная лоджия, а также широкие окна с детскими замками безопасности. Лифты производства компании «Отис». Вестибюли – просторное лобби. Стояночные места для автомобилей, расположенные по наружному контуру кварталов. А в соседнем квартале есть многоуровневый автомобильный паркинг, который вмещает около 800 автомобилей. Время переезжать в «Минск.Мир». Десятилетняя рассрочка – самый подходящий инструмент. Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход. И даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка-партнера до 40 тысяч рублей без справок и поручителей. Привлекательные программы кредитования от банков-партнеров. Это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусьбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% на второй и третий год, затем 12,32%. А по программе БПС Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%. Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу, собственными средствами либо с привлечением кредитов в банков предусмотрены существенные скидки. Это была последняя информация сегодняшнего выпуска. Хорошего всем вечера. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова